Его имя может войти в историю. 27-летний Александр Петров собирается покорять бескрайние просторы северо-востока нашей страны на отечественном внедорожнике. Молодой человек отправляется путешествовать по Чукотке. В автомобильной экспедиции направление 180. Вместе с ним примут участие еще трое единомышленников, которых, как он сам признается, едва знает. Чукотка – самый труднодоступный регион России. Ну и в принципе я не выбирал, я просто присоединился к группе, к великому путешественнику Тулупову Алексею. Вот. И если бы я выбрал, я бы тоже, наверное, выбрал этот регион. Полярному квартету предстоит преодолеть 27 тысяч километров зимних трасс и бездорожья. Их маршрут пройдет через Якутск, Магадан, проедут Билибины и Певек. Пункт назначения – географическая точка, которой заканчивается азиатская земля – мыс Шмидта. Впервые сюда с экспедиции отправился пароход «Челюскин». Громкое путешествие начала прошлого столетия обернулось тогда трагедией. Весной 1934 года в полутора-стак километрах от мыса пароход раздавило во льдах. Недоступный большую часть времени регион страны пытаются покорить и по сей день. За последнее время известны экспедиции на Чукотку, на вездеходах и иностранных внедорожниках. Многие из них также терпели фиаско, в основном на обратном пути экспедиции. Не выдерживал транспорт или нервы. Путешественники бросали все и возвращались домой по воздуху. Участники направления 180 настроены более чем решительно. Молодые люди намерены стать первыми, кто покорит холодную Чукотку на отечественном авто. Я начинал как индивидуальный путешественник. Я ездил на Алтай, ездил в Казахстан. Максимальная подлительность путешествия это было месяц, это было в Казахстане. Здесь я понял, что я готов. Это очень трудное путешествие, это очень интересное путешествие. Тут вкупе есть все, что нужно непосредственно настоящему трагерту, чтобы выехать подальше и надолго. Полярная экспедиция стартует из Ульяновска на днях. Товарищи Александр из клуба УАЗ Патриот сейчас помогают в подготовке автомобиля к экстремальным условиям. Ведь машинам придется бороздить там, где температура воздуха может достигать до минус 75 градусов. Сушествие мы оцениваем как достаточно серьезное. Но с другой стороны, сама подготовка автомобиля и ее изменение от стока комплектации, она минимальна. В первую очередь необходимо проверить все узлы, механизмы и системы автомобиля. Учитывая, что машина будет эксплуатироваться там, где мы буквально вчера или позавчера смотрели, температура уже две недели держится в пределах 47 градусов мороза. Ну, соответственно, поменять масла с более низкой вязкостью, поменять тормозные жидкости на арктические, посмотреть в каком состоянии рычаги, сайнет-блоки. В общей сложности подготовка патриота к суровым реалиям займет не больше 10 дней. Дальше проверка на прочность и вперед, в дальний путь. Установили, уже установлены новые рессоры, будут перебираться поворотные кулаки. А еще одна особенность здесь, вот в это место, мы устанавливаем новый, еще один дополнительный бак. Это как раз исходя из тех реалий, что там реально, ну, вообще нет топлива никакого. УАЗ в течение всего путешествия будет не просто транспортом. Автомобиль на время станет для странников домом почти со всеми удобствами. Жить мы будем в машинах самих, потому что они у нас оборудованы полностью для этого. У нас есть даже и мультиварка для того, чтобы мы могли готовить еду. То есть у нас есть инвертор, чтобы мультиварка, собственно, тогда работала. То есть мы с собой берем очень много замороженной еды, которую мы готовим непосредственно дома. Мы их берем в одноразовых контейнерах и, допустим, за полчаса до приема пищи мы просто разогреваем их и питаемся ими. Это когда мы, допустим, на трассе. А по вечерам можно, собственно говоря, когда есть время, можно готовить и самим. Как признается наш герой, время экспедиции ограничено. Главное – успеть до отепели. Автомобильный трип рассчитан на два с половиной месяца. Собственно говоря, жду я тишины. Просто в городе трудно найти время, чтобы побыть одному. А когда едешь в такую экспедицию, ты непосредственно находишься в тысячах километров от какой-либо цивилизации. И в такие моменты ты как-то себя по-другому чувствуешь. Наверное, я еду за тем, чтобы просто почувствовать другого себя. Примет ли Чукотка четырех мужественных и полных амбиций людей, пока не знает никто. Но следить и переживать за судьбой героев можно будет в режиме реального времени. Молодые люди берут с собой специальную технику, чтобы запечатлеть каждый момент. А по возвращению в родные края они планируют даже смонтировать фильм из десяти серий. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Специально для Ульяновской правды.